Оля, кстати, как у вас дела обстоят с черепом? С моим? Да. Пока вроде бы, слава богу, цел. Но вы ведь понимаете, да, что если вы соберетесь, например, идти в Государственную Думу, выбираться депутатом, то вам придется пройти теперь это обследование черепа, потому что вы помните эти нацистские... К счастью, я не соберусь, поэтому я даже не думаю об этом. Я понимаю, это относится ко всем остальным. У меня не формат на череп. Помните эти антропометрические замерения арийских и неарийских черепов? Циркуль. Да. Мы приехали уже и к этому, потому что создана организация на территории Российской Федерации, которая будет тестировать кандидатов на соответствие православно-патриотическим стандартам и либо давать зеленый свет на прохождение в Думу, либо не давать такового. И будет замерять как бы мистический череп на соответствие православным традициям и патриотизму. А скажите, эта организация как-то зарегистрирована в Минюсте, имеет какой-то билет, чтобы давать такие ценные указания? Я думаю, что с этим не будет проблем. Или это как техосмотр, частная фирма по техосмотру такая? Которая выдает рекомендации, но мы знаем, что эти рекомендации будут, вероятно, очень сильны и убедительны. Это организовал такой есть гражданин Малуфеев. Это такой Царьградский, наверное. Да, совершенно верно. То есть, вот Оля, у меня ощущение, что может быть все эти, о которых я только слышал, которые я никогда не читал, вот эти все романы о попаданцах, о людях, которые оказались в другом времени, что может быть это не такой уж бред, может быть действительно мы столкнулись сейчас с целой популяцией попаданцев, которая пришла из прошлого и которая мечтает современную комфортную жизнь снова превратить в привычную для себя среду, в привычную для себя реальность, потому что иначе это ничем невозможно объяснить. Вменяемый человек не может жить этим абсурдом. Но вообще-то я могу сказать, что если будут действительно проводиться такие замеры на семейственность, на верность традиционным отношениям, на русскую семью, то абортники, педофилы, геи, они совершенно спокойно могут идти избираться, потому что и здесь в Невзоровских средах, да и помимо меня, я думаю, что все уже ознакомились с литературой, как в действительности кошмарно обстояло все, что касалось и так называемой нравственности, и всего остального на семейные, на скрепные темы старой России, да, и что невозможно было найти в целом уезде, крестьянскую семью, где женщину не били бы три или четыре раза в неделю, где не избивали бы детей, где не имели бы, ну, скажем так, самым бесстыжим образом жену ушедшего в армию сына. Обычно эта обязанность переходила к отцу семейства. Слушайте, а если к тем же дворянам обратиться и почитать про то, как жили-проживали всякие благородные отпрыски дворянских семей, и кто чей родственник, и как вообще все происходило. И какие устраивались гаремы из крепостных девок, и что не было ни одной деревни, не было ни одной вот реальной точки на карте России, где не отводилась бы таким образом душа, да. То есть понятно, что Россия была такой же страной, как все остальные, такой же человеческой, такой же похотливой, грязной, распущенной, распускающей руки и темной. Никогда никакой особой духовности, никаких скрепней не было. Тогда вот все эти ужасные клеветы, простите, которые мы читаем сейчас про Владимира Владимировича Путина, который при живой жене якобы там имел какие-то связи на стороне, в чем, кстати, никто не сомневался, мне кажется. Он очень как бы соответствует? Это традиционный русский путь тогда? Все правильно? Ну, во-первых, это то, что называется недоказанно, это любопытно, это оживляет пейзаж. Я не очень уверен, что... Но мне кажется, это никого не возмутит. Нет, нет. Вообще, вообще в России давным-давно уже никого, ничто не возмущает. Как не возмущает, например, идея поставить поющий памятник Кобзону в Москве? Будут ставить памятник? Да, совершенно верно. А Калашникову надо было поставить стреляющий. Да, если он не поющий, невозможно объяснить его цену. Но тот, кто поет, тот и разговаривает. И я думаю, что найдутся какие-нибудь специалисты, которые перепрограммируют, и в какой-то момент Кобзон заговорит. По крайней мере, бронзовый. То есть, вот эти ребята-попаданцы, с которыми нам сейчас приходится иметь дело, которые перекраивают нашу реальность под свою, они вот придумали себе какую-то святую Русь, которой на самом деле никогда не было. Они хотят вот такой вот Иран, да? Но Иран в косоворотках и локтях. Поэтому, кстати говоря, на том же заседании вот этой организации, где будут проверять кандидатов на соответствие православно-патриотическим ценностям, тут же, значит, требуют тянуть во святые Александра Васильевича Суворова, кровавого фрика. И что непонятно, потому что Суворов, он уже является святым, это официальный святой скобческих общин. Он был сам скобцом, и очень трудно обнаружить какое-нибудь изображение скобческой молельни, которое не было бы украшено портретом Александра Васильевича Суворова. То есть, он там уже канонизирован. Ну, что мешает канонизировать и другой конфессии? Ну, мне кажется, никакой проблемы. Надо еще понимать, что он был организатором совершенно бессмысленных массовых убийств. Он давил практически все восстания с предельной жестокостью. Варшава, например. Он вырезал зачем-то Варшаву. Более того, вероятно, именно Суворову Россия обязана вот этой варварской, расточительной на солдатских жизни тактикой, когда количество потерь, собственных потерь, было лучшей рекомендацией военачальника. Это означало, что он проявляет храбрость, натиск, что он не бережет ни себя, ни свои силы, лишь бы добраться до горла врага. И вот эта вот, скажем так, абсолютная безразмерность возможностей, которая была на тот момент, и которую так любил демонстрировать Суворов, она позже была впитана и русскими военачальниками. И еще неоднократно использовалась. Да, да, да. И сталинские соколы, и сталинские командиры точно так же здесь следовали вот той суворовской тактике. То есть он довольно много, будучи вроде бы просто кровавым фриком, он довольно много свиней подложил. И об этом тоже надо помнить. То, что вы называете кровавым фриком, это называется выдающийся полководец. Конечно, Оленька. В принципе, я думаю, вы это имели в виду. Да, конечно, конечно, несомненно.